Всем привет! Сегодня мы приехали в город Дрезден. Они смешно его по-немецки называют Дрезден, да и они не произносят. Да, это самый туристический немецкий город. Мы сейчас прогуляемся, мы тут находимся в районе недалеко от железнодорожного вокзала. Тут очень много ГДР-овских зданий, таких высоток, как, не знаю, на Новом Арбате, и отели всякие, но мы пойдем сейчас в старый город, погуляем, посмотрим, что здесь интересного в этом городе. Да, и у нас сегодня новый суперапгрейд, новый суперапгрейд, это селфипалку мы приобрели, так что будем снимать немножечко по-новому. Да. В путь! Поехали! Тут такая классная современная архитектура, пешеходная улица с интересными всякими кафешками, кинотеатром. Есть люди из Советского Союза, что-то, может быть, коммунисты немецкие что-то пытаются показать. Меней протест. О, вон там уже видится вдалеке старый город. Сегодня очень холодно, но солнечно. Очень милый рыночек, он закрывается 3 марта или 4 марта, это завтра. Ну, мне кажется, классно, что хотя бы он работает до этого числа, потому что в Гамбурге, например, не все работает так долго. Там уже видно старый город. Дрезден очень сильно разбомбили войну, и мы сейчас посмотрим, как эти все здания восстановили, потому что это все восстановленные здания. Имя Дрезден имеет славянские корни, по-моему, на каком-то хорватском языке. Дрежняны – это значит какие-то леса в долинах, рек, что ли, что-то такое. Мы тут набрели на такой парк, чем-то напоминает, не знаю, Версаль или Петергоф. В общем, рассвет города пришелся на 18 век, поэтому здесь очень много таких купидончиков, таких завитушек, таких парков. Очень красиво и величественно. Стиль Барокко. Да. Город собирали по кирпичикам, я, наверное, уже говорил это. И иногда видно, что то, что не смогли после бомбежки собрать, кирпичики новые выпиливали. Это, походу, какой-то большой театр. В Москве такие есть вроде. Большой, музыкальный. Ну, конечно же, без статуи на главной площади не обойтись. И какие-то костелы или церкви. Которые бьют. Полперо. Ага. Здесь очень старый мост, его реставрируют. На той стороне новый город. Сейчас мы не будем уходить из старого города. Мы вернемся в старый. Но, короче, тут строят что-то новый мост какой-то. Или старый ремонтируют. Ну, прям вообще заливают бетоном все. А вон пойдем, смотрите, вон те старые красивые здания по набережной. Кстати, здесь протекает река Эльба. Такая же река, как в Гамбурге. Здесь, правда, она чуть поменьше. Еще одно золотое здание. Такое с куполами красивое. Вот этот новый мост, старый город. Из-за которого, по-моему, ЮНЕСКО лишило статус исторический города. И очень красивые здания на другой стороне. Здесь такие старые дома соседствуют с современными подземными парковками и современными отстроенными зданиями. Чем-то Щечен напоминает, где у них там в старом центре или там новый город отстроили с похожими на подстарину домами, но это совсем не то. Вот мы стоим на главной площади старого города, города Дрезден. За нами Фрауенкирхи, самая тут знаменитая. Да, это лютеранская церковь. Вообще, эта площадь такая милая, но не очень большая. Новые старые дома перемежаются. Тут яркое солнце. В общем, что мы хотели сказать? Приезжайте в Дрезден, когда здесь весна. Зеленый город должен быть. Мы пришли в район Нойштад. Это новый город. И тут интересные особенности домов. Тут сохранились панельные дома, которые имеют черепичную крышу. Очень интересный формат немецких зданий. Здесь очень хорошо видно восстановленную часть здания. Белые кирпичи это новые, а черные это старые. То есть во время бомбежки эти кирпичи собрали и восстановили. Это главная аллея нового города. С левой стороны новые здания современные. Справа старые восстановленные под старину ресторан Санкт-Петербург. Здесь в основном картинные галереи и дорогие рестораны. Ничего такого интересного здесь нет. В субботу здесь достаточно мертво, я бы сказал. Мы сейчас идем в какую-то другую часть города, где мы попытаемся найти классную кофейню. Особенность дрезденских светофоров, то что когда ты нажимаешь на кнопочку, они показывают, что сигнал принят и показывают такого же человечка, как в Берлине. В Дрездене развитая система трамваев. Здесь такие длинные-длинные очень трамваи ходят. Не знаю, чего производство, но вообще классно, что здесь трамвайчики есть. Мы тут шли на север от нового города и набрели на такой хипстерский район. Тут такие интересные кафешки. Вот, например, есть кофейня, где все из палетов. Там разные такие. Называется оно кафе Клопе. В общем, что хочется сказать. Не ходите в эту кафешку, потому что кофе делать там не умеют. Там даже нету тростникового сахара и, скорее всего, даже нету молока соевого. Совсем обхипстерился, что ли, соевого. Нет, ну просто, понимаете, когда приходите в хипстерский район, вы ожидаете зайти в хипстерскую кафешку, где все из палетов. Там сбито такие классные места. Хочется, типа там так уютно, классненько, но кофе делать не умеют. Мы тут решили пообедать в этом районе Нойной штат, где там хипстерские кафешки. Есть неплохие итальянские ресторанчики, всякие бестро, кафе, континенталь. Но суть в том, что они все работают до 3 часов дня. Знаете, что если вы собрались пообедать, нужно это делать в 12, в час. Самое позднее в 2, потому что в 3 они уже закрываются. И, как в Москве, вы не сможете найти место, где можно просто посидеть, поесть в любое время. У них до 6 обеденный перерыв. Уже идем обратно в сторону вокзала. Вечереет. И вот такая классная нам попалась галерея, или что-то, как назвать, с козлами и оленями. Необычно. Я такое первый раз вижу в оформлении зданий. Спасибо. 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 Спасибо.